Сегодня в нашей программе мы вам расскажем об очень интересных животных, козлотурах. Как понятно из названия, происходят они от помеси обычных домашних коз и диких туров, которые живут в Высокогорье. Сегодня этих животных разводят практически во всех районах Карачаево-Черкесии, в том числе и в Карачаевском. Добро пожаловать в Аул Хурзук! Именно здесь, в старинном Карачаевском ауле, находится хозяйство Алия Кульчаева. А в хозяйстве этом чего только нет – и коровы, и лошади, и яки. Правда, сейчас они все на земных выпасах. Дома остались только эти красавчики. Это и есть козла Торы. Алий – хороший охотник. Давно мечтал поймать Тора, привезти домой. Но сделать это было непросто. Они очень умные. Они, вот когда лежат днем, в одном месте спят, мы снизу бинокль увидим, но один из них постоянно стоит, вот так, по-нашему его называют гуждар. Он наблюдает все время кругом, он не ложится. Потом там один проснулся, встал, приходит к нему. Его вроде с ним играется, толкается туда-сюда. Тот уходит, ложится, а этот остается. Вот так сторожат друг друга. Они очень умные. Вот так смотрят. А глаза у них очень далеко видят. И слышат тоже и запах. Где-то 500 метров сразу этот, если ветерок ударит оттуда, если к километре запах могут человек, они сразу чувствуют. И сразу свистят они. Свист такой делают, очень сильный. Все смотрят, выскочили, все увидели. Или как? Ну, глаза хорошо видят. Ты как? Не прячься. А я вот прячусь, к ним подходить хочется, вот когда козлят поймать. Они сразу никак не могут подойти. Очень так хорошо видят. Однако мечта фермы разбылась. Десять лет назад, по воле случая, в его хозяйстве появился самый настоящий тур. Вернее, маленький туренок. Сын у меня работал у пограничников, контрактником. И вот он однажды на дозор туда, перевал рассматривает. Ехал на лошади с друзьями, со своими. И видит, весной это было, они рожают где-то в мае месяце туры. В тот момент, когда коза где-то беременная, они выбирают место. С того склона могут перейти вот этот склон. Они везде лазают, знают, где им рожат, где теплее, где зверя. Нету, такое место выбирают. Поэтому она спускалась, хотела перейти в этот склон по балке. И в тот момент рыс на него напал. И схватил рыс, его начал валять. А сын с лошади на лошади заметил это. Подбежал, рыс выскочил и влез. А коза не мог встать. Подошел, козе смотрит, он уже успел зарезать шею. Коза умирала. А смотрит, беременная, вот-вот рожать. А он видел, как я здесь баранов, которых не могли рожать, коз, баранов. Я делал кесарево, быстро резал горло и успевал живот раскрывать. И братья, это детеныша. И он так же сделал, вытащил козленка. Там на кашу у одного оставил его. У него козы были. Чагаров Тамби есть, десятые километры, тоже хозяйство держит. У него козу взял, которая недавно родила. Шакал съел, козленка. И вот пристроил к этой козе. Вначале держал за рога и все время он пил. После коза сама его себе взяла. Детеныш Тура подрастал и вскоре стал настоящей грозой для местных жителей. Справиться с ним было непросто, вспоминает Ермер. Характер у него очень строгий. Он здесь, когда даже маленький был, здесь соседи другие подходили, он не подпускал. Он тоже агрессивный был, кидался сразу. У него зверский этот из них остался. Также вот пацанов здесь, несколько пацанов там тоже со своими овцами находились. И хотели подойти на Тура, посмотреть. Он их всех побил, прямо до крови довел. Штаны порвал, одежду порвал. Вот этих трое здоровых пацанов не смогли с ним справиться, еле живой остались. Вот такой был, кто сюда придет, он подходил, сразу нападал. А вот предплод от этого забияки получился знатный. Домашние козы хулигана обожали. И уже через три года в хозяйстве Кульчаева появились первые козлята. Видите вон того красавчика голубого с огромными рогами? Это прямой потомок того самого первого Тура, который появился в хозяйстве Алии Кульчаева. Рога у него возвышаются над всем поголовьем козлотурьем. Он самый главный в стадии, его все слушаются. Однако характер у этого красавчика очень непростой. Сейчас стадия Алии Кульчаева около ста гибридов домашней козы и диких туров. Правда, по характеру правнуки и правнучки от своего предка не сильно отличаются. Потомки тоже такие же агрессивные. У них в крови это, от зверей спасаться надо. Несмотря на сложный характер, главные аргументы в пользу разведения козлотуров – минимальный уход, мизерные затраты и максимальная выгода. Как считают учеными, в названии гибрида первым нужно ставить имя отца. Поэтому с точки зрения науки правильно звучит не козлотур, а турокоз. Но как бы мы ни говорили, козлотур, турокоз – главное очевидно. Разводить их очень выгодно. Они питаются только подноженной травой. Вот в скалах они вот так гуляют, там подноженной травы много. Вот этим и зимой, и летом сами по себе. Выгодно их держать. Поэтому сена не надо, и комбикорма не надо, ничего не надо. Как и их дикие предки – козлотуры – аскеты. Они питаются травой и сухостоем практически круглый год. И в подкормке особо не нуждаются. Ну, разве несколько раз в зимние месяцы хозяин их побалует? А вот солью подкармливают регулярно. Это лакомство очень любят и взрослые животные, и их потомство. Хоть в карман вот насыпь соль, ты стоишь, они уже запах далека узнают, что у тебя в кармане соль. Сразу подбегают, прямо на тебя лезут. Без соли они не могут. Я постоянно, они месяц три раза приходят вот сюда, я здесь соль даю им, они полезали, часик полежали и ушли. И вот опять через 10 дней, 9, вот так приходят. Соль, без соли не могут они вообще. И туры наверху так же. Прямо до низу, да, равнины спускаются из-за соли. Благодаря генам, которые достались от диких туров, а домашние животные практически никогда не болеют. Однако прививки им все-таки делают. Иногда. Для профилактики. Никакой болезнью они не болеют. Нету и в горах я не видел никогда больного тура. Еще один жирный плюс – козлатуры очень быстро набирают вес. Всего два месяца на летних выпасах и молодые ягнята весят по 50-70 килограммов. Козлатура вот этих больших, они весили по 120-130 килограмм. Вот вес село видел их. Они до 130 килограмм весами были все здоровые. Вот козы тоже 80 килограмм, 70 килограмм, 50, не меньше, вот так бывает. У знаменитого писателя Фазилия Искандера есть повесть о звезде козлатура, рассказывающая о не слишком удачной компании по козлатуризации сельского хозяйства юга страны. По сюжету региональное начальство загорается идеей разведения козлатуров из-за их шерстистости и высокой прыгучести. Так-то оно так, да вот с шерстью автор явно переборщил. Шерсть козы угорских народов ценилась всегда. Она прекрасно греет, и она более блестящая, чем у овец. Поэтому изделия из нее получаются более нарядными. А вот шерсть козлатуров практически не используется. У них шерсти нету. Шерсть есть, они сами выпадают. Они разноцветные бывают. Весной они белые становятся. Пух выделяют, они белые все, беловатые такие. Потом они линяют, становятся красными. После, к осенью, они темными становятся. Невозможно у них ни стричь, ни снять. Почему? Невозможно. Но они потому что ловить не поддаются даже. Вот сейчас одного захочешь поймать, никак не поймаешь. Сразу он понимает, что ты его хочешь поймать. И он вот через забор, куда у него будет бегать, столько скоростью не поймаешь ни одного. Они в сарай не заходят. Вообще вот в этот сарай я сделал, они не заходят. Они на снегу здесь лежат. Хоть глубокий снег, в сарай не заходят. Вот привычка на улице. Боятся, в сарай зайдешь. Один раз, если одного напугал, вдруг в сарай зашел, он уже знает, что в сарай нельзя заходить и не заходят. Ну и шерсть у них короткая, видимо, да? Шерсть, пух у них вот здесь. Они же не мерзнут. Поэтому у них пух хороший. Только невозможно его снять с него. Он сами по чуть-чуть, по чуть-чуть линяют. Интересный момент. Из поколения в поколение шерсть козлатура становится длиннее. Это говорит о том, что животное домашнее боится. И туривогена у него остается все меньше и меньше. Ну, вернемся к повести по зеле Искандера. На предложение заняться разведением козлатуров колхозники хватаются за голову. Чтоб я его съел на поминках того, кто это придумал. Только и говорит сотрудник одного из экспериментальных колхозов. И зря. Мясо у козлатура очень вкусное. Экологически чистое и, к тому же, по-настоящему диетическое. В нем нет плохого холестерина. Вот что удивительно. С возраста мясо у животных становится жестким и грубым. А у козлатура все наоборот. Чем старше, тем вкуснее. Вот такая особенность. Правильно говорят. Так и есть. Я любого старого тура тоже ел. Если сварил, нормально, нормально. Мягкое, хорошее мясо. Мясо совсем как у барана мягкая, недомашняя казана. От него чуть грубее, но нормальное мясо. А шашлык вкусный? Очень вкусный мясо. От него никто не болеет. Это как лекарство. У меня просят все время. Приходят для детей, для... Кто кашляет, жир все время. Просят. Я никогда не продаю. Вот так всем отдаю. Они бесперерывно едят. Они, этот, дрем, ну, эти так особо не делают, туры, днем не увидишь. Они все на вершинах каких-то местах, недоступных, чтобы человек не видел, прячутся. Они ночью пасутся. И рано утром, и под вечер вот так пасутся. Ну, целую ночь они питаются, поэтому жир быстро набирают. У них жир не как у домашних, с слоями. Мясо это черное, внутри идет слой белого, это жира, потом опять мясо, опять жир, вот так, два-три слоя. А чего тут удивляться? Все лето до глубокой осени козлатуры Алии Кульчаева пасутся в высокогорье, питаются сочной альпийской травой, пьют чистую воду. Поэтому и мясо вкусное, и молоко отменного качества, говорит фермер. Молоко жирнее и полезнее, чем у домашних. А сами пробовали? А? Сами пробовали? Не, не пробовал. Вот этих я пробовал, с козлатуров. А у них больше, вымя больше некоторых. У них молоко остается, козлят, когда не могут допивать. Я в банку даю, а дома то айран сделают, то молоко сделают. Как есть, бывает такое выпиваю от них. От диких нет. Ну вот козлатура вкусная мама? Да, очень вкусная. И айран очень вкусный такой айран. У них не жидкий совсем и не такой. Ну, в общем, мягко так идет такой айран у них, как ряженько. Диетическое мясо козлатуров очень любят дикие звери, особенно шакалы, которых в этих местах хватает. Поэтому детский сад у фермера пасется строго на огороженной территории. Гору им пока еще рано. Кстати, у козлатуров рождается не один, а два ягненка. И уже через полчаса они встают на ноги, в то время как другим новорожденным малышам, домашних животных, для этого потребуется несколько дней. Специально для ягнят Али построил теплый сарай. Но эти непоседы заходят туда очень редко. Как и их родители, предпочитают расти на свежем воздухе. Козленок взросленький. В то время они приводят их сюда домой. А после опять уводят. Если я их здесь задержу, козлят, они уходят пастись. Через два часа у них вымя маленькое. Как у верблюда, как у других, у диких туров тоже, чтобы когда убегать, им легче, чтобы было. И молоко, они быстро, за два часа, исполняется их не это. И они должны постоянно быстро-быстро выпивать. Вот приходят сюда и пьют. А я козлят не пускаю. Сарай загоняю, они маленькие, чтобы подросли. Если выскочат, сразу в гору заберут и убегут. Я не пускаю, уже придется им заходить. Заходят, напоили, опять же, выпускаю, задерживаю, они ушли. Главная проблема для всех аграриев и животноводов – сбыт продукции. А вот у нашего хозяина ее попросту нет. Покупателей хватает. Они в республике есть и из соседних регионов приезжают. Есть любители, только такое мясо кушают для здоровья. Они слышат, что он полезный. И вот такие люди приходят, некоторые сельком забирают, Некоторые просят, чтобы я порезал, режем и по килограмму ввешаем и забирают. Из села, прямо из села берут со всего места. Со всего района приезжают? Приезжают, забирают, да. Не проблема, это не как домашних. На них все охотятся, все хотят его мясо кушать. По-разному, что полезное на здоровье. За одного красавца дают приличную сумму. Правда, расставаться со своими рогатыми подопечными нашему фермеру каждый раз не так-то просто. Привыкает, пока подрастает. Хоть на самой вершине не будут они, лишь бы мне докричать до них, чтобы они услышали. Я им кричу, ну, этот, коза по-нашему, ячки. Я кричу, ну, мои козы, ячки, лерем, ячки, лерем, кель, 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 кричу, иди сюда. Рукой махаю, они видят. Ячки, лерем, ячки, лерем, как закричу, вот так рукой махну. Ну, прямо они того бегут один за другим. Пять минут и здесь они. И соль посыпал, поели, полежали, ко мне подходят, понюхали. В очках меня узнают, разговор, наверное, уже знают они. И полежали, и уходят. Один не поверил этому. Я говорю, сейчас, если так позовешь, я тебе могу, говорит, сделаю, не верится. Я как позвал, это узбек с Москвы, сюда этот, он полурусевший, это он здесь ко мне в гости приходит. Я позвал, они вот так прибежали, он, у него кошелек с крокодила. Он это вытащил, мне подарил. Я говорю, ты правду сказал. Казалось бы, земля есть, кормить козлатуру особо не надо. Сами себе пропитание найдут, и прибыль хорошая. То есть разводить их очень выгодно, это очевидно. Но не хотят, мало желающих. И так по всей республике. Трудно быть хозяином на земле.